В прямом эфире новости сейчас в студии Павел Лазовик. Добрый день. Крупнейшая за последние годы эскалация межэтнического конфликта между Израилем и Палестиной. Вторую ночь велись ракетные удары с обеих сторон. В Палестине сообщают о 43 погибших. В Израиле в результате обстрелов скончалось пятеро. Сотни людей пострадали. На уступки пока никто не идет. Кроме того, в Израиле вынуждены иметь дело и с внутренними беспорядками. В ряде городов митинги перерастают в столкновение с полицией. Палестинские радикалы открыли стрельбу, поджигали автомобили и пытались поджечь мечеть. В городе Лот введен режим чрезвычайной ситуации. А в Иерусалиме в ходе беспорядков более двух десятков человек задержано. С новой силой Палестино-Израильский конфликт начал разгораться несколько недель назад. Изначально из-за решения Иерусалимского суда выселить палестинцев в пользу еврейских переселенцев. Ситуацию ухудшили ограничения во время священного месяца Рамадан. Пик противостояния случился накануне, когда оно перекинулось на мечеть Алякса. Состояние пятерых детей, находящихся в реанимации после стрельбы в Казани, тяжелое. У одного крайне тяжелое. Напомню, в результате атаки 19-летним выпускником учебного заведения 9 человек погибли. Из них 7 дети. Похороны проходят сегодня. В последний путь проводили и учительницу ценой собственной жизни, спасшую ребенка от смертельного ранения. Стрелку грозит пожизненное заключение. Следствие пытается установить, насколько законно приобретение оружия и разрешительных документов стрелявшего. Предъявил рецензию на приобретение оружия, полностью заполненную в надлежащем виде. Предоставил паспорт. Ну и, соответственно, оплатил. Мы сбежали в лабораторию в этом кабинете, сидели там, потом начали к нам ломиться в дверь, потом начали нас спускать по пожарной лестнице, девочек, а мальчики уже не все вышли с ОМОНом. Хлопок сначала, там начали дети прыгать. Я выдела огонь. Я все бросила, я знаю, что у меня дочь там. И побежала туда. Мы вытаскивали детей через забор. Все в крови были, некоторые малыши. В лечебных учреждениях Казани находятся 23 пострадавших, 20 детей и трое взрослых. 9 пациентов доставлены будут на лечение в Москву. Семьям погибших и пострадавших власти Татарстана выплатят компенсацию. Возбуждено уголовное дело по факту пожара в костюле Буцлова, который случился накануне. Следствия и эксперты разбираются в обстоятельствах, причину ЧП еще предстоит выяснить. Сейчас главное сохранить то, что уцелело. Спасти одно из важнейших мест для верующих и здание, которое представляет архитектурную и историческую ценность. Это видеокадры, как костел выглядит сейчас. Местные жители до глубокой ночи вместе со спасателями пытались навести порядок в главной святыне Буцлова. Задача спасти и орган, его нужно как можно быстрее просушить. Деревянные трубки инструмента вынесли еще вчера. В целом, внутри костел не пострадал. Пожарные не дали пламени пробраться дальше, но из-за того, что затекала вода, на росписях, на стенах остались подтеки. Кроме того, упала центральная люстра. Впереди огромная работа, в том числе по восстановлению фресок. По технике безопасности вход в храм ограничен. Снова дождливо и ветрено. В Беларуси завтра вернется прохладная погода. Будет облачно с прояснениями. На большей части страны сильные дожди, а в отдельных районах прогнозируются грозы. Усилится и ветер. Порывы, в особенности по северу страны, достигать будут 20 метров в секунду. Нестабильная погода сохранится до выходных. До конца рабочей недели текущей в республике ожидается неустойчивая, но умеренно теплая погода. Под влиянием атмосферных фронтов в четверг, в пятницу прогнозируются кратковременные дожди во многих районах. Более интенсивные осадки будут в четверг, 13 мая. И в четверг же из-за более плотных облаков будет, наверное, самый такой день с невысокой температурой. Максимум по стране составит плюс 10-16. По юго-западу республики до 20 градусов тепла. Но в начале следующей недели комфортная погода вернется. Информационный день моей коллеги продолжит в 15 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова